Свет монахов В первые времена Христианской Церкви почти все верующие вели чистую и святую жизнь, как того требует Евангелие. В IV веке от Рождества Христова, когда прекратились гонения на верующих, христианство стало быстро распространяться. Строгость жизни среди христиан стала ослабевать. Поэтому те, кто искал высшего подвига и хотел всецело посвятить себя на служение Богу, старались удалиться от соблазнов мира в горы и пустыни. Так было положено начало монашеству или иночеству, то есть иному, удаленному от соблазнов мира, образу жизни. Иноческая жизнь – удел немногих избранных, имеющих к ней призвание, то есть непреодолимое внутреннее желание. Родиной монашества считается Египет, а родоначальником пустынно-жительства почитается преподобный Антоний Великий. Хотя и не он первым положил начало этого рода пустынному подвигу, заслуга преподобного в том, что его трудами этот подвиг получил распространение и богословское осмысление. Из стихийного, малоупорядоченного движения устынно-жительство постепенно превратилось в сплоченное, имеющее свою традицию «организованное монашеское братство». Отшельники жили отдельно друг от друга в хижине или пещере, предаваясь посту, молитве и труда. Обычно они плели корзины или циновки. Но все они находились под руководством одного наставника – «Авввы». «Авва» означает «отец». И еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, трудились каждый по своей силе и способностям на общую пользу и подчинялись одним правилам, одному порядку – так называемому «усталу». Такие общины назывались киновиями или монастырями. «Аввы» монастырей стали называться игуменами и архимандритами. «Основателем общежительного монашества считается преподобный Пахомий Великий. Он начинал свой подвиг с отшельничества и видел, что уединенный образ жизни не посилен и не полезен для новоначальных. К творческой свободе отшельничества надо готовиться постепенно. И преподобный Пахомий организует общежития на началах строгого послушания при полном отсечении инокам своей воли. Послушание, исполняемое с усердием, преподобный ставит выше поста и молитвы. Монастырь Пахомия был своего рода школой монашества. Туда принимались даже несведущие в вере. Строгим искусом проверялись чистота и твердость намерений. Новоначальный поступал под руководство одного из старших братьев. Инки жили в отдельных домах, человек по сорок, под руководством начальника. Для молитвы собирались вместе. Рукоделие задавалось строго определенное. Его нельзя было самовольно ни уменьшать, ни увеличивать, ни изменять. Это была общая жизнь, общий подвиг во взаимных заботах, где ничего не должно быть утаенным. Только прошедшим искус общежития предоставлялось право уходить в уединение. По преданию, ангел Господень, передавая общежительный устав Пахомию, сказал «Устав я дал для тех, у кого ум еще не зрел, чтобы они, вспоминая общее правило жизни по страху пред владыкой, хотя бы как непокорные рабы, достигали свободы духа». У общежительных монахов и отшельников идеал был общий – свобода духа. Но путь к этому идеалу был различен. Средней формой между отшельническим и общежительным монашеством, также возникшей в Египте, стал основанный по благословению преподобного Антония Скит. Его основателем был преподобный Макарий Великий. Скитской устав сочетал в себе отшельнические и общежительные правила. Пять будних дней проходили в Скиту по уставу пустынно-жителей, а в субботу и воскресный день отшельники собирались в храм, подобно общежительным монахам. Египетское монашество из соображений общего равенства довольно долго не имело в своих рядах монахов-священников. Поэтому в случае возникновения нужды и в священнике инокам приходилось обращаться в ближайшие селения. Женское монашество появляется также достаточно рано. В житии преподобного Антония Великого упоминается о воспитании его сестры в девстве на попечении у верных дев. А первый общежительный женский монастырь был основан сестрой преподобного Пахомия Великого – Марией. К концу IV века весь Египет наполняется монастырями. Из Египта иночество скоро распространяется в Азию, Палестину, Сирию, а потом переходит и в Европу. Монах есть ангел, и дело его есть милость, мир и жертва хваления. Сирия, Сирия, СССР, СССР, СССР. Субтитры создавал DimaTorzok